Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Виталий Голицын, я бизнес-тренер по продажам. И в этом видео вы узнаете, как осуществлять профессиональные продажи в чатах, продажи в мессенджерах, продажи в социальных сетях и продажи в переписке с клиентами. И я поделюсь с вами своими наработками, своими технологиями продаж, своими скриптами продаж и интересными фишками, которые позволят вам увеличить продажи именно в этих популярных каналах коммуникации. Ну а если вы еще пока не подписаны на мой канал, я рекомендую вам это сейчас сделать, на него подписаться. Обязательно нажмите колокольчик, для того, чтобы не пропустить мои новые видео. И обязательно досмотрите это видео до конца, потому что в конце вас будет ожидать от меня один очень интересный сюрприз. И я вам расскажу, как получить от меня подарок и чек-лист по продажам в этих коммуникативных каналах. Ну что ж, а мы с вами начинаем и смотрите это видео до конца! Коллеги, аудитория мессенджеров растет потрясающими темпами. И то, что было 5 или 10 лет назад, совершенно не сравнит с тем, что происходит сейчас. Почему люди выбирают этот коммуникативный канал? Ну на то есть такие три основные причины. Ну во-первых, это быстро, во-вторых, это очень конкретно и очень удобно и экономит время. Ну а в-третьих, там зафиксирована история переписки, к которой в бизнес-коммуникациях можно обратиться. И это очень важно. Кто-то говорит о том, что в ближайшем будущем у нас с вами будет один профиль во всех социальных сетях. И мы будем общаться через один коммуникативный канал. И я думаю, скорее всего, это будет именно канал мессенджеров. Поэтому его нужно осваивать нам в первую очередь. И все больше людей не хотят говорить по телефону или встречаться. И хотят порешать свои вопросы именно в этом канале коммуникаций. Поэтому очень важно сейчас наладить свои продажи в чатах, продажи в мессенджерах, продажи в социальных сетях. Ну и вообще продажи в переписке с клиентами. И давайте начнем с вами говорить о технологиях и фишках, которые вы можете использовать в этом коммуникативном канале. И мы с вами начнем с полезной информации о клиенте. Не многие знают, что если у вас есть номер телефона этого клиента, вы можете взять его внести в свою записную книжку, а потом синхронизировать эту записную книжку с контактами в социальных сетях. Ну, например, такая опция есть в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте. И в настройках вы ее можете найти. И когда вы это сделаете, если на этот номер телефона у клиента зарегистрирован его профиль в социальной сети, то вы его сможете увидеть и можете туда перейти и посмотреть более подробную информацию об этом клиенте. Но скажите, разве это не замечательно, когда вы потом будете с ним коммуницировать, по сути дела, знать его интересы? Конечно, это вам очень сильно поможет в работе с таким клиентом, поэтому я вам рекомендую этим пользоваться, фиксировать номер клиента и по этому номеру синхронизировать контакты с соцсетями и находить там информацию о нем, которая позволит вам увеличить продажи. Способ номер два относится к эффективным каналам коммуникации. На самом деле этих каналов коммуникации у нас всего шесть. Ну, какие это каналы коммуникации? Первый эффективный канал коммуникации – это офлайн и онлайн реклама, куда еще входят билборды, реклама на телевидении, ну и так далее. Конечно, продать при помощи такой рекламы очень сложно. Второй канал коммуникации – это e-mail сообщения, то есть сообщения, которые мы пишем клиенту по почте. Третий канал коммуникации – это как раз мессенджеры, о которых мы сегодня будем разговаривать. Четвертый канал коммуникации – это звонок, когда мы с вами звоним клиенту. Пятый канал коммуникации – это видеозвонок, где мы уже задействуем с вами видеосегмент. сегмент и шестой канал коммуникации это личная встреча когда мы встречаемся с клиентом воочию так вот сейчас я назвал вам эти коммуникативные каналы в порядке их эффективности конечно эффективнее всего продавать клиенту на личной встрече чем в рекламе или при помощи email переписки это очевидно почему же так происходит но профессионалы продаж знают что продажи это эмоции да и если вы хотите я могу под этим видео вам оставить свою ссылку где я подробно об этом рассказываю как работают эмоции в продажах и по сути дела спусковым крючком или к триггерам к тому чтобы клиент сделал покупку является запустить его эмоции то есть чтобы у него заработала лимбическая система которая как раз и отвечает за эмоциональные процессы в нашем организме а вот для того чтобы поднять эти эмоции на нужный нам уровень нам нужно вовлечь туда максимальное количество органов чувств именно поэтому продажи на встрече они наиболее эффективны и почему потому что там задействованы все органы чувств там задействованы и слух и зрение обоняние осязания и кинестетика ну и так далее и поэтому в телефонном звонке продать клиенту тоже проще чем в чате почему потому что там тоже задействуется слуховой дополнительный канал а в видеообращение еще легче чем по телефону потому что там мы видим клиента и он видит соответственно нас и И, конечно, когда мы с вами говорим о продажах переписки, это нужно понимать и это нужно использовать, что нашей задачей является перевод клиента в наиболее эффективный канал коммуникации. То есть очень во многих отраслях продаж нам нужно сделать так, чтобы человек из чата перешел, например, в звонок по телефону, или из звонка он перешел в видеозвонок, или вообще еще лучше договориться с ним о встрече. Поэтому вы должны это помнить, когда вы общаетесь с клиентом, то для вас выгодно перевести его в более эффективный канал коммуникации, исходя из того, что там будут задействованы дополнительные органы чувств и продажу будет вам осуществить ему проще. А для этого вам нужна одна очень важная составляющая. Вам нужно продать переход в этот канал коммуникации, именно продать. То есть привести клиенту такие аргументы и такие выгоды, которые будут для него существенны. Потому что клиенты, конечно, не хотят дополнительно напрягаться, и он ходит, например, по своему дому, ему интереснее задать вопрос о цене в переписке, а вы предлагаете ему, например, голосовое общение. Не каждый на это согласится. Но если вы ему объясните, для чего вы предлагаете ему пообщаться голосом, или вы объясните, для чего вы предлагаете ему выйти на видеосвязь, и какие выгоды он от этого получит, то в этом случае ваши продажи могут значительно увеличиться. Но самое простое, что можно придумать, это сказать, что, вы знаете, например, там чат работает не очень надежно, или, например, у меня там плохой интернет, и давайте с вами поговорим голосом. Но это уже совсем такой способ, скажем, партизанский. Но вы можете придумать и другие способы. То есть вы можете перевести клиента, например, в видеозвонок, пообещав ему, что вы покажете ему какие-то, например, интересные скриншоты, или покажете ему там какую-то презентацию, или, например, покажете ему какую-то важную информацию визуального плана, ну и так далее. То есть помните всегда об этом, что вам выгодно переводить клиента в более эффективный канал коммуникации, но для того, чтобы он туда перешел, клиенту нужно его продать. То есть предложить ему какие-то выгоды, которые он получит, если начнет с вами в более эффективном канале коммуникации общаться. Техника номер три – это интерактивное общение. Она соотносится с предыдущей техникой. Почему? Потому что интерактивное общение с клиентом, оно тоже вызывает у него воздействие на различные органы чувств. Именно поэтому в переписке с клиентом нам выгодно использовать, например, фотографии, или, например, использовать какие-то видео, использовать звуковые сообщения, использовать стикеры, использовать смайлики. То есть все то, что будет вовлекать еще дополнительные коммуникативные каналы. Но, конечно, если вы используете звуковые сообщения, нужно поинтересоваться у клиента, как он, например, к этому отнесется. Если вы отправляете видео, то, конечно, вам нужно объяснить, какая выгода будет клиенту от его просмотра, ну и так далее. Но чем больше интерактивных элементов вы задействуете в процессе коммуникации с клиентом в чате, тем будет лучше для вас, и тем быстрее вы сможете осуществить с клиентом сделку. Пункт номер четыре, он тоже очень важен, когда вы работаете с клиентом в переписке. Это оформление вашего аккаунта или ваш профиль в социальной сети. Ну, в общем, то, что видит ваш клиент, когда он общается с вами в чате. И одной из лучших инвестиций для многих правдовствов сейчас будет это сделать профессиональную фотосессию и сделать себе профессиональные аватарки, на которые будет смотреть клиент. Почему? Ну, потому что это единственная, по сути, визуальная информация, которую он может получить, когда с нами переписывается в чате. И очень многие клиенты смотрят на вашу аватарку, очень многие клиенты смотрят на социальные профили, если вы общаетесь с клиентами и продаете им в социальных сетях, и используют эту информацию для принятия решения. Именно поэтому нам выгодно общаться не с корпоративного, например, а с личного аккаунта. То есть у нас тогда общение с клиентом будет более теплое. Выгодно поставить свою личную фотографию для того, чтобы клиент мог представить себе, с кем он общается и общаться не с логотипом компании, а, например, с каким-то человеком, которому отказать ему будет сложнее, чем логотипу компании, как вы понимаете. Поэтому вложитесь, пожалуйста, в то, чтобы вы хорошо были представлены и выглядели в мессенджерах и в социальных сетях, и это обязательно себя окупит. Следующий способ увеличить продажи в чатах, в мессенджерах, в переписке с клиентом, в социальных сетях – это помнить о целевом действии, которое вы хотите получить от своего клиента. Очень многие, кто работают в переписке с клиентом, они занимаются так называемым информированием. То есть, а что такое информирование? Ну, клиент вам пишет, сколько стоит этот товар, какие условия, какие услуги, ну и так далее. А вы просто ему предоставляете эту информацию. Конечно, продать в таком случае вам будет клиенту более сложно. Почему? Потому что сейчас клиент до товара проходит путь на 60% сам. Он прекрасно понимает, что есть еще и конкурентные предложения, и, скорее всего, он сравнивает вас и еще с какими-то продуктами. И поэтому, чтобы отбиться от конкурентов и простроить более качественную стратегию, вам нужно всегда в переписке с клиентом держать в голове то целевое действие, которое вы хотите от него получить. А какое это может быть целевое действие? Ну, к примеру, перевести его в более эффективный канал коммуникации, или назначить встречу, например, или пообщаться с ним по телефону, или чтобы он заполнил бриф, или, например, чтобы он посмотрел какое-то ваше видео, не знаю, отправил вам договор, или отправил вам техническое задание, или можно в каких-то областях просить его снять фото, например, там, интерьера, или место, куда что-то будет установлено, например, какая-нибудь мебель, ну и так далее. То есть вы тем самым что делаете? Вы втягиваете его в процесс коммуникации. И вот очень важно, чем больше клиент даст вам такой информации и втянется в этот процесс продаж, тем для вас будет лучше, и тем самым ваши продажи в чатах-мессенджерах будут более эффективны. Поэтому при общении с клиентом всегда помните о том, что у вас есть целевое действие, которое вы хотите, чтобы клиент совершил, и у вас нет задачи ответить на его вопросы. У вас есть задача продать ему это целевое действие для того, чтобы клиент его выполнил. Следующий пункт, как увеличить продажи в чатах и в переписке с клиентом, это работать с клиентом в фарватере его интересов. Что я имею в виду? Очень многие продавцы, они работают в фарватере своих интересов и думают о том, что им нужно от клиента. И это приводит к тому, что клиенту просто неинтересно с вами общаться. Но вот представьте себе такую ситуацию, что, например, сидит ваш ребенок и играет на iPad. И вы ему, например, подходите и говорите, слушай, иди покушай, да? Или говорите, слушай, нам надо ложиться спать, или иди делай уроки. У него ноль реакции на вас. Почему? Потому что это не фарватере его интересов. Но если вы к нему подсядете, к этому ребенку, и скажете ему, слушай, а во что ты играешь? Покажи мне, что это за игра? Скорее всего, этот ребенок обратит на вас внимание и начнет вам это рассказывать. Почему? Потому что вы учитываете его интересы. То же самое и в продажах. Всегда помните, какой интерес может быть у вашего клиента. И что ему нужно от общения с вами. И старайтесь переписки именно действовать вот как раз в этом фарватере интересов. И тогда клиент не будет соскакивать, тогда ему будет интересно с вами общаться. И тогда вы быстрее его продвинете к сделке. Седьмой пункт увеличения продаж в чатах – это мультиканальность. Нужно помнить о том, что чем больше каналов коммуникации вы задействуете с клиентом, тем больше у вас шансов на осуществление сделки. Ну, к примеру, вы с ним общаетесь в WhatsApp, общаетесь в Telegram, общаетесь по телефону, ездите на личную встречу, общаетесь с ним по e-mail. Это классно. Почему? Потому что везде в этих каналах коммуникации вы зафиксированы, и клиент постоянно вас видит, и вы тем образом, таким образом, находитесь в поле его внимания. Поэтому, если у вас есть возможность заполнить разные каналы коммуникации, то это делайте. Например, предлагайте ему отправить что-то на e-mail, когда вы с ним общаетесь в чате, да? Ну и так далее. Для вас это будет выгодно. Но здесь еще очень важный аспект. Вам нужно всегда помнить о приоритетном канале коммуникации, который нравится самому клиенту. Почему? Потому что некоторые клиенты, например, они любят e-mail-переписку, а некоторые, наоборот, любят общаться в чате. И это очень легко понять. И когда вы это понимаете, то подстраивайтесь под своего клиента и используйте тот канал коммуникаций, который для него будет более приоритетным и в котором у него будет больше к вам лояльности. Восьмой пункт, который позволит вам улучшить продажи в чатах, мессенджерах и в переписке с клиентами в социальных сетях, это шаблонные фразы. На самом деле нам валится из разных источников огромное количество спама и, как правило, этот спам, он очень похож. Все эти сообщения похожи друг на друга. Какая-то спам-картинка, какие-то понятные буллеты, одни и те же аватарки, одни и те же иконки, ну и так далее, и так далее. И ты когда это сообщение получаешь, ты уже на уровне механики берешь его и стираешь. Так вот, ваша задача, когда вы общаетесь с клиентом в переписке, не быть похожим на спамера. И удалите свое общение с клиентом, эти заезженные фразы, типа там гибкие цены, огромный ассортимент, у нас индивидуальный подход, ну и так далее, и так далее. То есть то, что может клиенту казаться какой-то фразой, которая используется для всех и не является уникальной для его ситуации. Ведь мы все любим быть уникальными. Поэтому думайте об этом, как клиентам общения перевести в такую неформальную зону, чтобы он понимал, что с ним общается не какой-то робот, а нормальный живой человек. Тогда реакция на ваше сообщение от этого клиента, она будет более грамотной и будет придавать вам лучшие результаты. Девятая фишка для продаж в мессенджерах, в чатах и в социальных сетях – это скорость реагирования. Но действительно, наш процесс продаж и взаимодействия с клиентом, он влияет на то, как клиент думает о нашем продукте и нашей компании. Ну, к примеру, если он вам задает какой-то вопрос, а вы долго на него отвечаете, у клиента в голове формируется такое мнение, что и дальше, если у него будут какие-то вопросы или, не дай бог, рекламации, вы будете очень долго реагировать на его запросы. И, конечно, он будет выбирать ту компанию, тот продукт, где с ним работают более оперативно. Поэтому, если вы работаете в чатах и мессенджерах со своими клиентами, помните о том, что скорость реакции должна быть у вас очень быстрой, иначе он просто уйдет к вашим конкурентам. А если, например, клиент попадает в нерабочее время, то хотя бы настройте автоответчик, который покажет ему, что сообщение принято и что с этим сообщением будет работа, и вы ему ответите в течение такого-то времени. Обязательно этим пользуйтесь, и тогда у вас будет преимущество. Пункт 10. Подстройка под клиента. Вот как мы подстраиваемся под клиента, когда с ним коммуницируем в других каналах, например, при личной встрече или по телефону, то также можно подстроиться и под клиента в социальных сетях. По сути, у нас есть два основных варианта, которые мы можем для этого использовать. Это использовать похожий стиль общения, ну то есть, например, клиент пишет короткими конкретными фразами, и вы пишете конкретными короткими фразами. Клиент использует, например, размытый эмоциональный текст, и вы тоже можете включать в диалог размытый эмоциональный текст. То есть быть похожим на клиента именно по тому, как он общается с вами в переписке. Или он использует смайлики, и вы тоже можете использовать смайлики, ну и так далее. А если не использует, то не надо их тоже применять. И вот еще один момент, здесь надо еще учитывать нишу, в которой вы работаете, потому что есть, например, ниши, связанные со стратегическими продажами, где общение с клиентом в переписке подвержено деловому этикету. Но в то же время есть, например, ниши, где продают что-то женщинам или девочкам, где уже, конечно, общение должно быть каким-то неформальным, где можно использовать смайлики, где можно использовать какие-то еще дополнительные варианты, которые будут делать эту переписку более жизнерадостной, ну и так далее. То есть учитывайте это при переписке с клиентом, и тогда он будет лучше вас понимать. Ну что ж, коллеги, ну вот вы и узнали от меня 20 фишек по продажам, которые позволят вам улучшить продажи в чатах, продажи в мессенджерах, продажи в социальных сетях и продажи в переписке с клиентами. И если вам понравилось мое видео, я очень прошу вас поддержать его лайком, написать какой-то комментарий. И если вы это сделаете, то есть поставите лайк этому видео и напишите любой абсолютно комментарий или вопрос под этим видео, то в этом случае я хочу предложить вам дополнительный от себя бонус. После того, как вы оставите комментарий и поставите лайк, вы можете перейти в описании этого видео, и я там оставлю ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться и получить от меня чек-лист по работе с клиентами в мессенджерах, который сможете использовать для расширения своих продаж. А самое главное, я приглашаю вас на свой новый вебинар, на котором мы с вами поговорим о том, как продавать и в других каналах взаимодействия и переписок с клиентами, когда как раз, как всегда, мы все это сделаем быстро, конкретно, комфортно, без воды. Но те, кто присутствовал на моих вебинарах, они знают, насколько высока там эта ценность. Поэтому, друзья мои, поддержите это видео, напишите, пожалуйста, любой комментарий, поделитесь этим видео со своими друзьями, знакомыми, скачивайте чек-лист. Давайте к этим чек-листу я для вас добавлю еще 10 своих чек-листов по продажам, где будет также книга 90 ответов на возражения, которые вы сможете использовать. Пусть это все поможет вам в вашем развитии и регистрируйтесь на мой новый вебинар, где мы с вами встретимся, вместе пообщаемся и вместе достигнем новых результатов. Ну что ж, дорогие друзья, а с вами был бизнес-тренер Виталий Голицын. Всего вам доброго и больших вам продаж! Субтитры подогнал «Симон»!